На свое рабочее место в отдел полиции номер один Дамир Ипкаев приходит рано утром. Прием граждан, составление рапортов. Только на работу с документами уходит несколько часов. Затем получение служебного оружия и начинается самая ответственная часть работы. Рейд по участку. Дамир Ипкаев на службу в полицию пришел не так давно, в 2016 году. Окончил юридический факультет, отслужил в армии, а по возвращению решил помогать людям и охранять их покой, то, чего он действительно хочет. С детства я любил помогать людям, то есть быть нужным обществу, вообще гражданам. И я решил пойти на службу в органы внутренних дел. Мы проводим ежедневный профилактический обход административного участка. То есть беседуем с жильцами административного участка, то есть принимают с нами заявления, обращения граждан. Мы их рассматриваем, принимаем меры административного реагирования. Мужество и профессионализм, человечность и готовность прийти на помощь. Вот главное качество хорошего участкового уполномоченного, считает Дамир Ипкаев. Под его присмотром более 4,5 тысяч человек с улицы Косарева в Саранске. В день он может обойти до 20 квартир. На этот раз миссия участкового навестить домкома одного из домов. Женщина жаловалась на шумных соседей. Татьяна Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела? Приходите в гости. Зайдем, пообщаемся. Конечно. Как дела в общежитии? Ничего, нормально, тишина, порядок. После вашего визита. Все хорошо, да? Все отлично. Квартиранты съехали? Квартиранты тебе съехали, давно, недавно. Все нормально. Какого-либо шума сейчас нет? Нет. Нет никакого-либо шума. До протокола доходит редко. Дамир Ибкаев старается все вопросы решить мирным путем. В компетенции участкового широкий круг вопросов. Это и правила проживания в общежитии, семейно-бытовые вопросы, профилактика и пресечение правонарушений. Жители домов знают, но участкового всегда можно положиться. Бывает иной раз шум в доме. И на этаже, и на всяких этажах квартирантов очень много гуляют. Иной раз скандалы туда-сюда. Приходится вызывать участкового. Дамир Ильич приходит по любому вопросу, в любое время позвонить ему. Он в любое время придет и все это разрулит. Там, как сказать, еще по-другому разрулит. Короче, после его визита всегда тишина в доме. Ситуации бывают разные, отмечают участковые. Главное в них вести себя как настоящий профессионал. Знать закон и находить общий язык с людьми. Работа полицейского после выхода из отдела полиции в гражданской одежде не заканчивается. Один из недавних случаев Дамир Ибкаев вспоминает часто. По возвращению домой, по окончанию службы, возле своего подъезда я заметил подозрительное лицо, которое сидело на лавке, то есть осматривалось, что происходит вокруг него. После чего, заходя в подъезд, услышал металлический скрежет, который доносился от подвала. Посмотрев на отдушины, которые идут в подвал, я заметил молодого парня, который через эту отдушину вытаскивал два подростковых велосипеда. После чего они были задержаны, переданы в дежурную часть. В отношении них было возбуждено уголовное дело. Помогает участковый не только жильцам домов. С его помощью также раскрываются магазинные кражи. Да, вот у нас было около двух месяцев назад две кражи. По обращению к Дамину Ильичу в течение суток было раскрыто оба преступления. За небольшой срок работы полицейский выучил правила наизусть. Помог раскрыть немало преступлений. Каждый житель может обратиться к нему с волнующей их проблемой. Начальство также отмечает профессионализм участкового. За время службы могу характеризовать его как только с положительной стороны, как и дисциплинированного грамотного сотрудника, который пользуется авторитетом среди личного состава, среди коллег, пользуется уважением жителей на административном участке, владеет нормативной базой, использует ее в служебной деятельности. За время прохождения службы дисциплинарных взысканий не имеет, нареканий и понесения службы также не имеет. Сотрудник положительный, я думаю, что можно его поставить в пример всем сотрудникам. Дамир Ибкаев – кандидат от Октябрьского района на звание народного участкового. Республиканский этап конкурса стартует уже в сентябре. Если повезет, именно Дамир Ибкаев сможет представить республику на всероссийском этапе конкурса. Валерия Никитина, Сергей Соколов. Народные новости.